В Екатеринбурге большая и, главное, бесплатная радость обрушилась, можно сказать, снова обрушилась на 23-ю горбольницу, что на Эльмаше, а точнее, на красивый большой парк возле нее, площадью 30 тысяч квадратов. В него в очередной раз пришли добровольцы из волонтерского центра Алексея Вихарева, депутата Гордумы, возглавляющего в ней фракцию партии власти. И за трое суток весь парк вылезали. Формально, в рамках всероссийского апрельского субботника, хотя вообще-то Алексей Вихарев давно сотрудничает с 23-й клиникой, и его бойцы прибираются в парке не только весной, а и зимой, и летом. И по устоявшейся традиции, уборку в парке депутат Вихарев совместил с агитацией. Он уже более месяца топит, в том числе с экрана телевизора, за голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». По этому проекту федералы могут выделить казенное бабло на реконструкцию одного из восьми парков Екатеринбурга. Того, который наберет больше голосов. Но фишка в том, что для того, чтобы федеральные деньги пришли в Стольный Бург, горожане должны суммарно отдать за проект 380 тысяч голосов. Голосование началось 15 марта, а завершится уже совсем скоро на Страстной Седмице в Великий Вторник, 30 апреля. А пока проголосовало чуть больше 265 тысяч человек. Реально ли за оставшиеся дни набрать 115 тысяч голосов, но это решать только нам самим? Алексей Вихарев не теряет надежды. Он сам с волонтерами ходит по различным заведениям и помогает людям голосовать. И в очередной, сейчас уж, наверное, последний в этом сезоне раз, обратился к населению. Кстати, мы в этом году очень даже активно голосуем. 265 тысяч – это много, это рекорд для Екатеринбурга за все годы голосования. Активнее Екатеринбурга в этом году голосует только Москва и Питер. Ну что ж, братцы, не посрамим Урал. Остались считанные дни до конца голосования за благоустройство парков и скверов. У нас с вами, у жителей Екатеринбурга, есть прекрасный шанс, выдающаяся возможность получить огромные федеральные деньги. Поверьте, это важно для каждого из нас. Только мы с вами можем взять и проголосовать, и сделать наш город лучше уже завтра. Голосуй или потеряешь. Еще раз, это важно для каждого из нас. Продолжение следует...